17 сентября, день Вавилы, назван в честь святого священномученика Вавилы. Он был архипастырем Антихийской церкви, и когда узнал, что мерзкий царь хочет осквернить церковь, преградил ему вход, он громким голосом воскликнул, «Не должно тебе, царю, идолопоклоннику, входить в святыню Бога Живого и осквернять ее своим присутствием». Царь отступил, но потом жестоко пытал старца Вавилу, принуждая его поклониться языческим богам. За отказ был усечен мечом. Сегодняшний день имеет несколько названий – Луков день, Непалимая Купина, Богородица. Наши предки считали, что сегодня нужно обязательно помолиться Непалимой Купине, которая охраняет дом и постройки от молнии и пожаров. И в этом нет ничего удивительного. Дома постройки были деревянные и горели, как спички. А сам пожар, который произошел вследствие молнии, можно затушить только молоком, пивом или квасом, либо если бросить в горящего дома белого голубя. Также в доме старались держать черную кошку или собаку, считая, что эти животные берегут дом от пожара. Верили и в то, что Непалимая Купина сможет защитить их скотину от болезни. Женщины сегодня выкапывали лук, потому и день в народе называли Луковым. А мужчины обходили сыновалы с вилами и втыкали их в снопы, чтобы прогнать нечистую силу, чтобы она там не пряталась и не нападала на домашних животных. Если строили дом, то вилами протыкали сухой мох, который использовали как уплотнитель-утеплитель. Приметы. Много шелухи на луке, значит зима будет очень холодной. Нельзя держать пожарную бочку полную водой, поскольку быть готовым к пожарам, значит привлечь его. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.